Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июля и вот на этот день у нас у меня в теплице поспели не только скороспелые ранние, но и вот такие мясистые, сахаристые, крупные. Я уже показывала чудо земли. Сегодня вот наступила очередь продегустировать любимый праздник. Прекрасный томат и прежде всего перед тем как начнем его мы кушать пробовать, я скажу, что он идеален для нашего сибирского региона. Конечно это сорт сибирской селекции идеален, почему? Потому что он несмотря на свою крупноплодность, несмотря на то что он яркий такой представитель биф томатов, то есть у него сплошное вот это вот томатное мясо, он вызревать имеет возможность вызревать в открытом грунте даже у нас в Сибири. В прошлом году показывала видео обзоры, на улице томаты получаются плоды даже крупнее, чем в теплице. Здоровые такие, малиновые висят и очень вкусные. Вызревают именно на кустиках, на материнских. Перед тем как сейчас начнем дегустировать, я несколько слов скажу. Возможно для тех, кто еще ни разу любимый праздник, не видел обзор, не видел, не слышал о нем. У нас в Сибири он очень сильно распространен, потому что именно наш районированный сорт. Но я думаю для всех других регионов, где лето холодное или короткое или какие-то проблемы, он тоже подойдет. Он невысокий, высотой 8 сантиметров, он детерминатный. Детерминатный, но не коротышка, а именно вот такой в теплице вырасти может и метр двадцать, метр пятьдесят, но в потолок он биться не будет. Именно такой умеренной высоты. Плоды вот такие, вот как бы немножко вытянутой формы. Не знаю как они. Он сердцевидный, не сердцевидный, но немножко как в форме сердца, да. И они такие ярко-розового цвета, но можно сказать почти малиновые. Очень красивые. Видите, какая яркая расцветка. Это именно представитель не красных, а таких розово-плодных томатов. Масса может быть большая, огромный размер. Можно вырасти и 900 килограмм, 900 граммов и килограмм. Вот у меня в этом году в теплице, я сейчас взвешивала, больше полкило нет плодов, потому что я еще раз говорю, лишние завязи не обрываю. И нынче еще очень жарко, но зато они в этом году получились такие сладкие, такие вкусные. Конечно, в первую очередь в свежем виде их нужно кушать. Потом уже, если найдите для зимних заготовок, он дает стабильно высокий урожай всегда, вне зависимости от погодных условий. Я вот сколько лет выращиваю, столько лет ни разу не было, чтобы он не дал урожай. Но, конечно, если в открытом грунте, тут всегда все говорят, называйте вкус какой сладкий или не сладкий. Я могу сказать вот только про свой томат, вот про данный год и про свой томат, потому что повторюсь еще раз, ведь все зависит у нас от того, какая была погода, солнечная или нет. Если лето жаркое солнечное, то они более мясистые, более сахаристые. Вот у нас жара была, после 16 июня не было ни одного дождя в теплице, я тоже сильно не поливаю. Вы посмотрите, что за любимый праздник. Это сказка, не томат. Мякоть арбузная такая, крупенчатая, сахаристая. Это значит, он не водянистый. Это значит, у него повышенное содержание сахара. Это значит, он очень-очень вкусный. И еще, когда я зимой говорила про генетически предрасположенные к образованию повышенной сахаристости томаты, то я называла любимый праздник. Вот это именно тот томат, который генетически предрасположен к тому, чтобы быть сладким. И если скороспелки, у нас вот такие есть скороспелки, ранние мелкоплодные, они бывают сладкие только в том случае, когда все факторы сходятся. И подкормки, и состав земли, и мало влаги, все. То любимый праздник бывает не сладким реже, очень редко, потому что у него есть склонность к образованию сахара. Это биф томат, который сам по себе, он рожден быть сладким. И вот на разрезе вы видите, что он многокамерный. Одно томатное мясо, ну сплошное мясо. И, конечно, очень сладкое. Так как я его уже, ну и сейчас еще этот попробую. Так как я его уже нынче первые плоды, конечно, ела, я могу сказать, что сладость. Настоящий русский томат, такой бабушкин томат, как раньше в детстве. Помните, были такие сладкие? Томатный вкус, сладость. Кислинки вообще нет никакой, нотки кислинки даже нет. Ну тут и видно, что тут даже говорить нечего. Всем рекомендую, кто ни разу не выращивал вот этот томат, особенно тем, у кого проблемы с погодой, у кого не сильно благоприятные условия и у кого нет теплицы. Если вы хотите покушать крупный, сладкий, мясистый, сахаристый томат, но выращиваете только на улице, попробуйте любимый праздник. Возможно, у вас получится. Потому что любимый праздник на улице дает превосходные результаты. У меня всегда он и на улице, и в теплице. В теплице, конечно, спеет очень рано. Вот он поспел и ботяня. Сейчас еще следующий будет ботяня. Все. Любимый праздник, это его можно, так сказать, он входит в топ-10 вот таких вот прекрасных, любимых, рекомендованных мной томатов, которые я высаживаю ежегодно.